Без стакана не разберешься. Руководители службы судебных приставов пригласили на чай журналистов, чтобы на пресс-ланч ответить на самые острые вопросы по выплате алиментов. В банке исполнительных производств больше 7 тысяч должников. Общая сумма – миллиард. Если взять всю сумму, распределить просто статистическим методом, выбрать среднюю на то количество производства, средняя сумма задолженности по каждому производству – 180 тысяч. Это очень большая цифра. Но еще раз говорю, она складывается до того, что должники, платильщики алиментов, они просто нетрудоустраиваются. Нетрудоустроены примерно две трети должников, а значит, алименты им насчитывают, учитывая среднюю российскую заработную плату. А ее размер больше 40 тысяч рублей. Так и копятся огромные суммы. Соответственно, значит, на одного ребенка папа либо мама должны платить не менее 9 тысяч рублей в месяц. Соответственно, если они не платят, то эти 9 тысяч каждый месяц суммируются и получается у нас очень большая задолженность. В настоящее время суммы задолженности более 500 тысяч рублей у нас находятся в отношении 500 должников. У 20 ивановцев сумма долга по алиментам превышает миллион. Договориться по-хорошему приставам удалось лишь с третью должников. Остальных необходимо заставлять их же собственным детям перечислять средства. Среди должников много тех, кто не платит из принципиальных соображений, конфликтов с матерью ребенка или из-за новой семьи. Для этой категории граждан действенны запретительные меры. Ограничение права управления транспортным средством до погашения долга и ограничение в выезде за границу. У нас с вами алименты ежемесячно. Мы определяемся с вами, что последний день месяца 30 число, да? Ну, примерно так. Значит, если вот 30 числа на депозитный счет управления, либо на счет взыскателя переводом не появляется эта сумма, это уже основание для применения мер любых принудительного исполнения. Те, кто не платит из-за асоциального образа жизни, чаще отправляются на перевоспитание в места не столь отдаленные или приговариваются к исправительным работам. Такие в год около 300. У злостных по 2-3 срока. Руководство службы приставов берет курс на более активную работу с населением. Не только ходить в рейды, но и проводить профилактические мероприятия, организовать праздники для детей и их родителей. Вопросы по алиментам можно написать лично Наталье Тяпкиной в Твиттер. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.